Ребят, всем привет! Меня зовут Иван, и вы на канале American Life. А в этом видео я хочу немножечко вам рассказать про свой опыт покупки автомобиля на аукционе Копарт. Все, наверное, кто интересуется темой Америки, слышали про то, что в Америке есть аукционы битых машин, на которых можно, в принципе, недорого купить автомобиль. То есть, ну, теоретически это должно получиться гораздо дешевле, чем взять автомобиль с рук у какого-нибудь американца, да, на маркетплейсе, либо там еще на каком-нибудь сайте. Вот, многие люди, кто сюда приезжает, в принципе, на этом зарабатывают. То есть, как вариант, это может быть темой заработка, потому что можно купить машину, в принципе, по довольно привлекательной цене, и с минимальными вложениями ее можно потом перепродать. Либо можно конкретно на этом попасть и остаться в глубоком минусе, если вы не разбираетесь. Сегодня я хочу рассказать про то, как я купил, какой у меня был опыт. Я покупал это в первый раз, у меня немножко накопилось денег, и я хотел подзаработать, поэтому я решил сделать таким способом. Значит, купил я Toyota Prius 2011 года, серенького цвета, сейчас я покажу ее. Вот она стоит, красавица. Вот эту тачку я купил на Капарте где-то недели три назад. Сейчас она уже отремонтирована, все готово к продаже, но она еще пока что без номеров, регистрацию я еще не делал. И сейчас я нахожусь в размышлениях. Либо можно эту машину сдавать в прокат, имея с этого где-то 700 долларов в месяц. Сейчас 700, 800, 650 в месяц стоят вот такие машины. Ну, либо ее можно продать. Рыночная стоимость такой машины, самая-самая дешевая, в принципе, начинается от 8000 долларов и заканчивается где-то 1015. Ну, там все зависит от года, состояния, комплектации и так далее. Эту машину, в принципе, я думаю, реально можно продать 9-10 тысяч долларов. Вот такой вот у нее салончик. Она достаточно в неплохом состоянии, ее надо бы еще, конечно, почистить, потому что тут грязь салонную с ребенком помыли. Вот, у нее кожаный салон, достаточно хорошая комплектация. Сейчас сяду. Все, запустился наш Prius. У нее есть навигация. Ауксы, флешки, потому что во многих машинах такого нет. Климат-контроль, понятно, это есть у всех. Пробег 144 тысячи миль, не горит никаких ошибок. Единственное, моргает датчик давления. Нужно будет подкачать колесо и все. В общем, машина достаточно в жирной комплектации, в неплохом состоянии. Потому что машины эти эксплуатируются, как говорится, в хвост и гриву. Их насилуют. Они очень популярны в такси, в доставках во всех различных. Посмотрите, и задние сиденья. В принципе, нормально ее почистить. Еще вложить еще 200 долларов. Химчистка стоит 150-200 долларов. Ее вычистят, вылежут. Будет отличный автомобиль. Тоже немножко грязненький багажник, но, в общем-то, ничего такого страшного. Значит, сейчас я вам расскажу, как я покупал эту машину. Это первый мой опыт покупки машины с Капарта. Значит, я зарегистрировался просто на Капарте и не подключал никаких платных подписок. Потому что все подписки там платные. То есть, для того, чтобы участвовать, ты должен заплатить деньги. Подписаться там на год надо. Я ничего не платил. То есть, я просто получил доступ к просмотру машин, но не мог их заказывать. Не мог делать ставки, помечать, как избранное. То есть, ничего там нельзя сделать. Но ты можешь просто найти то, что нужно. Далее, через Telegram-чат я нашел человека, кто занимается Капартом, у которого дилерская своя сеть есть. Мы с ним договорились. Он за это берет, за свою услугу, 80 долларов. Он сказал, что я должен найти автомобиль, то есть, покопаться. Найти автомобиль, выписать номера лотов и передать ему, чтобы он мог поставить ставку. Плюс, я должен написать, какую максимальную ставку на каждый из автомобилей я готов поставить. Все, больше его ничего не интересует. И, также, я должен был ему отдать 600 долларов предоплаты. Это делается для того, что, если, допустим, он выиграет машину, а я ее не заберу, откажусь или передумаю, или еще что-то, он обязан будет заплатить Капарту 600 долларов. Даже, если она ему, машина будет, например, не нужна, он просто ее откажется забирать на Капарте, с него, с его аккаунта снимет 600 баксов. Так, далее. В общем, мы с ним встретились. Я отдал ему 600 долларов, отдал список машин. Он посмотрел, некоторые сразу вычеркнул, потому что, как оказывается, там есть еще минимальная ставка. Почему-то на телефоне этого не видно, но на компьютере это видно, и когда-то зарегистрированный член, там тоже видно. То есть, некоторые машины, за которые я был готов платить только 3000 долларов, допустим, минимальная ставка была 4800, 3700. Некоторые машины он еще вычеркнул, потому что на них уже стояли ставки, превышающие мою, там, 300, например. И, ну, как бы, я с ними не мог тягаться. Короче говоря, там, в итоге, из 16 выписанных машин осталось 4. И вот эта вот машина, которую я выиграл, она, в принципе, была первая в списке. Значит, на следующий день, это было воскресенье, ставки играли в понедельник. На следующий день, получается, я смотрел в онлайне аукцион, и я видел, что мы выиграли. Мы выиграли за 2800. То есть, как это делается? Он кидает ставку 3000 долларов, и ставка автоматически повышается. Там шаг 50 долларов был. То есть, каждый раз, когда кто-то ставит ставку выше, аукцион автоматически повышает твою ставку, там, на эту минимальную сумму, да, в данном случае на 50 долларов. И до тех пор, пока не дойдет до лимит твоей ставки. Если, как бы, дальше пойдут торги уже выше, чем твоя ставка, в данном случае моя, 3000 долларов, да, то есть я, ну, аукцион перестанет ставить мне деньги на эту машину, и, в принципе, я выбываю из торгов. Но за эту машину не очень много людей торговалось почему-то, и выпала ставка 2800, и я ее выиграл. Вот, далее, нужно еще получить, после того, как вы выиграли, необходимо еще подтвердить, точнее, получить подтверждение от продавца. Да, продавец может не согласиться на данную сумму. Ну, вот так вот было у меня. То есть, мне продавец прислал, что он готов эту машину продать за 4200. Я не готов был покупать за 4200, так как я рассчитывал до трех. И этому человеку, да, который мне помогал, я ему сказал, что, в принципе, я согласен, но ставь 3000. Он мне тоже сказал, говорит, не соглашайся, просто жди, и все, отвечаем, что не можем. Я, в общем, мы поставили 3000 долларов на эту машину, и через сутки пришло подтверждение, что продавец согласен на 3000 долларов. Дальше, он мне позвонил, сказал, классно, твоя ставка сыграла, я тебя поздравляю, молодец, хорошее приобретение. Теперь нам необходимо было забирать эту машину, потому что эта машина была на аукционе в Сан-Диего. Это на границе с Тихуаной, город. Я не знаю, сколько это миль, ну, примерно, миль 600, наверное, 500-600 миль. Короче говоря, он мне предложил, говорит, у нас есть свои эвакуаторы, которые могут ее привезти, да, будет стоить тебе это 550 долларов. Я поузнавал там по своим ребятам. Самая-самая-самая дешевая цена, которую они мне смогли предложить, это где-то 440 долларов, но ждать надо было недели три. А Копарт, с Копарта ты должен забрать автомобиль в течение трех суток. Поэтому я согласился на 550. И мне привезли машину, доставка обошлась 550. До этого еще были расходы Копарта. Копарт снял 648 долларов за свои услуги. Итого мне машина обошлась с аукциона 3000 плюс 648 и плюс 550 доставка. И плюс 80 долларов мне еще обошлось. Это я заплатил за... Ну, человеку за то, что он мне выиграл эту машину. Все, дальше эту машину привезли мне, и мне предстоял ремонт. Повреждения были небольшие. То есть я специально искал машину такую, чтобы либо с минимальными повреждениями какими-то, так как у меня нет ни шапа, да, это негде мне ее ремонтировать. Я живу в апартаментах, у меня даже гаража нет. Ремонтировать мне ее, соответственно, негде. Поэтому я искал с минимальными повреждениями. Либо вообще без повреждений, да, можно такие купить. Значит, она была ударена в заднее крыло, было немножко загнуто крыло, был разбит задний фонарь, не хватало части бампера, и было спущено колесо. Значит, первым делом, что я сделал, я поставил запаску, которая лежала в багажнике. Это, видимо, вообще запаска первый раз ставилась, потому что она, в принципе, нулевая. Вот. И колесо я повез в шиномонтаж. Купил, пришлось покупать сразу два, потому что, понятное дело, таких бушных колес на эту машину я не нашел. Ну, такие, такой же, как у меня стояли, да, такой же марки, потому что там стояли четыре одинаковых. Пришлось купить два одинаковых бушных. Обошлись они у меня два колеса с шиномонтажом, 100 баксов. Два бушных колеса, это 15-й радиус на этой машине стоит. Колеса где-то на 50% износа, протектора там осталось. В общем, поставил я колеса, потом поехал я на разборки. Тут их очень много. У людей такой бизнес, особенно у русских, они покупают автомобили. Очень сильно поврежденные, потому что стоят они там три копейки. Приезжают, все, что живое, они с них снимают и потом продают. В общем, вот машина, вот этот бампер, который на ней сейчас стоит, вот этот. Я его покупал, вот это бампер из другой машины. То есть я его купил крашеный уже, в цвет этой машины. Обошелся мне 220 долларов. Вот этот фонарь у меня обошелся 50 баксов. На старом фонаре он был целый весь, но не было стекла, то есть стекло было разбито. И плюс я купил колпак еще, вот этот колпачок. Ну, как купил, дали мне его бесплатно в нагрузку. То есть я у них купил бампер, купил фонарь, колпак хотел купить, но мне его дали бесплатно. Вот, то есть получается у меня, это еще плюс к затратам, 220, фонарь 60 и колпак бесплатно. Далее я нашел в группе в Телеграме ребят, кто ремонтирует машины. Мне нужна была рихтовка, то есть отрихтовать крыло. Как оказалось, тут многие делают все работы по отдельности. То есть рихтовка идет отдельно, шпаклевка идет отдельно, покраска идет отдельно. То есть и все это в разных местах. Ты обращаешься к людям, которые рихтуют, но они не шпаклюют. Дальше ты едешь шпаклевать, они не красят. Дальше ты едешь к тем, кто красит. Вот, с ребятами я договорился, они мне отрихтовали машину и зашпаклевали, и загрунтовали. Я еще попросил их загрунтовать за дополнительные деньги. То есть еще 50 баксов я сверху дал. Они мне ее зашпаклевали и загрунтовали. Обошлось мне это все 350 долларов. Рихтовка плюс шпаклевка плюс грунтовка. Далее также в Телеграме я нашел ребят, которые красят машину. Через знакомых искал, они мне давали номера. Мне сразу говорили, что либо... Короче говоря, готовься, это будет 1000 долларов. Либо еще дороже, либо... Короче, говорит, мы типа не знаем. Надо все смотреть. Мы не знаем, как тот мастер сделал. Но готовься к 1000 долларов. Там еще за него по-любому переделывать. Вот. Сильно ездить я на машине не мог. Всем показывать, потому что она без номеров. Если гаишники, полицейские, если вдруг остановят машину, они отгонят на штрафплощадку. А забрать ее тоже не могу, потому что у меня пока на нее нет никаких документов. Документы есть, они в фирме лежат, которая мне эту машину купила. То есть мне надо пойти переоформить. Чтобы я их получил, мне надо переоформить машину на себя. Говоря, пришлось искать через Телеграм, потому что что-то мне за покраску заломили очень какую-то нереальную цифру. Нашел ребят, которые за 180 долларов мы покрасили. Покрасили, как видите, классно. В принципе, нигде нету ни переходов, ничего. Покрасили они с переходом, потом все это заполировали. Ни цвет не отличается, ни переходов не видно. В общем, мне очень понравилось, как сделали. Было у меня вот так вот все это дело загрунтовано и зашпаклевано. Все, машина в принципе готова. На все про все мне обошлось 5400 долларов, по-моему, 5450 долларов на данный момент. При том, что эту машину можно продать, чтобы не особо долго ее продавать, да, можно где-то за 9. Ну, такой способ заработка. Если у вас есть деньги, да, является еще одним дополнительным способом работы. Не надо идти, не работать на дядю, ничего. То есть, если вы хоть немножко разбираетесь в машинах, можно просто выискать хороший вариант, вот, отремонтировать машину. Может быть, там будет разбито стекло, может быть, какой-нибудь, например, помята дверь, которую можно просто заменить, даже не крася, взяв от такой же машины в такой же цвет. Вот, это в принципе проще простого. У меня знакомый выиграл машину на Капарте, которая стоит так в розни... Ну, как бы, если тут брать с рук, да, она стоит 10 тысяч долларов. Он ее выиграл за 4600. Причем, повреждение там было написано вандализм. И единственное, что там было, она была в салоне очень грязная. Я не знаю, там или мусор какой-то был, или кто-то бомж там какой-то жил, ну, что-то такое. В общем, очень жутко воняло, была очень сильная грязь, он просто вызвал химчистку, почистил ее раз, не сильно помогло. Потом, через какое-то время он еще раз сделал химчистку и пропитал прям коврики все этими вонючками для машин. И через какое-то время запах ушел. Вот, но зато машину купил он за полцены. То есть, можно такую машину за... Вот он 4500 взял, где-то 700 долларов инкопарту заплатил и два раза по 200 долларов за химчистку. И продать можно такую машину, в принципе, легко за 10 тысяч. Вот, сами считайте, стоит он того или не стоит. Но если не разбираться, в машинах можно очень сильно попасть. Потому что бывают там такие повреждения, что не видно. Рама заломана у джипа, например. Или еще какие-то внутренние скрытые повреждения, которые просто на фотографии не видно. И тогда ты просто попадаешь на деньги, и оно того не стоит. Все, ребят, всем удачи. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok